друзья вот это и есть наша фантастическая цыпочка пробуйте готовить это очень вкусно воспользуйтесь моими советами которые я давала в процессе и вы увидите это фантастическая цыпочка всем привет вы снова в гостях у танюшки и сегодня мы будем готовить фантастическую цыпочку да подписывайтесь на мой канал ставьте лайки нажимайте на колокольчик и начинаем готовить для нашей фантастической цыпочки нам понадобится розмарин черный молотый перчик базилик карри паприка укроп и петрушка соль чесночок ну и самая основная наша цыпочка приступим ребята изначально нам надо нашинковать нашу зелень и сейчас мы это будем делать это мы пока уберем в сторонку и будем шинковать нашу зелень зелень мы будем шинковать вместе с хвостиками так как в этих хвостиках больше всего идет того что нам надо вот так вот так вот так и вот так вот вот это зелень и такой смотрите я на досточку прямо нашинковала нашу зелень можно ее повторно тут немножко под вот так вот ножичком подрубить прямо на досточки теперь на эту досточку я буду сразу насыпать наши специи зелень мы нашинковали теперь берем пучечку вот так вот соли щепоточку соли так теперь точно так же мы розмарин ложкой вам сыпать его или как его сыпать я сыплю всегда на глаз поэтому чайная ложка розмарина черный молотый перец тоже так приблизительно на глаз чайная ложка теперь базилик то же самое приблизительно чайная ложка и карри то же самое приблизительно чайная ложка так ребята теперь это все мы должны перемешать вот так все хорошо вливаем придавливаем чтобы у нас петрушка укропчик чтобы все соки свои отдали из-за того что мы насыпали сюда соль у нас сразу по ребята это не передаваемый запах уже такой ой капец капец плане вкусно запах просто очень вы понимаете когда соль насыпаешь петрушка начинает пускать свой сок так вот этим всем делом будем фаршировать нашу курицу перемешали передавили теперь чесночок теперь чесночок вот так в данном случае можно воспользоваться прессом нужно прессом так еще зубчик так ребята теперь приступим к нашей красавицы значит сначала мы переворачиваем ее спинкой к себе и посыпаем ее солью вот так посыпаем хорошо всю нашу девочку солью вот так хорошо все посыпают солью теперь продолжаем точно так же хорошо посыпать ее перцем смесь перцев черный молотый перец то что у вас есть и посыпаем ее паприкой вот так вот хорошо рукой мы это все смазываем перетираем руки пока делаем полноценный массаж ножкам так и вот так и только теперь переворачиваем ее на спинку так на спинке мы делаем то же самое солим перчик и паприка и опять делаем ей массаж чем же мы крошили петрушку всю эту зелень зелень мы крошили ребята для того чтобы сейчас ее положить вот так вот под шкурочку вот так пальцем аккуратненько аккуратненько продеваем хорошо под шкурочкой продеваем продеваем аккуратненько аккуратненько шкурочку стараемся не порвать один кармашек сделали и здесь сейчас мы подберемся вот так вот аккуратно потихонечку сделаем еще кармашек один с одной стороны право лево так вот так пробираемся если у вас пальцы не настолько длинные чтобы сделать глубокий кармашек можно воспользоваться ложкой например вот так вот мы берем например вот так мы берем ложку выпуклой стороной под кожицу и начинаем потихонечку потихонечку вот так вот ложку продвигать вперед это в том случае если у вас не получается сделать это пальцем так когда такие кармашки у нас сделаны мы опускаем туда нашу начинку начинку вы вспомните мы смешали все специи наши с чесночком вот беру вот так прямо не жалея и все это вот так туда в корма кармашек вот так видите вот проталкиваю аж туда вот вот так так теперь другой кармашек точно так же набираю всю нашу зелень подготовленную со специями и тоже вот так вот в кармашек туда я все отправляю вот так так мы делаем со всей нашей вот этой зеленью кармашек туда еще в другой кармашек хорошо и это еще ребята не все это еще не все так смотрите немножко зелени я оставила эту зелень я буду ложить в середину в курочку вон туда вот вот туда я положу эту зелень а теперь внимательно послушайте если у вас дома есть яблоко можно порезать его крупным кубиком и тоже сюда отправить вот так туда в серединку в курочку если у вас есть мандарины вы можете сделать это с мандаринами можете отправить туда мандарины у меня к сожалению дома сегодня ничего нету мы все съели такие жадные все съели ничего не оставили поэтому мы положили в середину только нашу зелень со специями но это еще не все самое интересное в этом рецепте это то что в обязательном порядке нам надо нашу курочку положить масло масло у меня сильно замерзшая поэтому да не немножко вроде уже оттала надо такими кусочками положить ребята чтобы она не порвала нашу шкурочку крошить не совсем удается вы спросите сколько масла ну приблизительно грамм 100 так знаете 50 грамм на одну половинку 50 грамм на другую как там как-то так вот и в серединку кстати тоже можно положить когда наша курочка в процессе готовки будет нагреваться масло начнет подтаивать и своими соками своим вот этим вот соком масляным своим ответе вот шкурочку приподнимаете и стараете вот так 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 смотрите вот аж куда я продвинула это масло видите вот так она у меня сюда достала еще беру кусочек опять так засовывать сюда и так получается у меня все мое масло пропитает нашу курочку постепенно она будет подтаивать вот сюда в ножку вот сюда вот вниз видите вот вот сюда вот где крылышко там туда вот все маслечко она пропитает своим маслянистым вкусом сейчас следующую в другую половинку вот сюда засуну то есть помимо зелени помимо этих всех специй у нас будет присутствовать вот такой маслянистый вкус вы скажете курица она и так жирная да зачем туда еще масло добавлять ребята это не то масло это не тот жир понимаете жир курица это вот сверху шкурка а так маслом пропитывается само мясо мякоть и она получится сочная и с таким вот сливочным таким вкусом поэтому это абсолютно две большие разницы шкурка это шкурка вот так у нас будет это все выглядеть вот все наше масло мы запрятали вот так вот ребята принципе все сложности вы сами видели абсолютно ничего тяжелого это может сделать каждый даже тот кто никогда не имел дело с курицей вот сможет это сделать так вот и смотрите значит можно курочку оставлять в таком виде ложить ее жарится можно и и проделать карманчик и руки скользкие не могу суть туда ну скользкие да посмотри листы ты слева направо делаем на было в той ноге делать не очень в сторону получается а можно ножки вот так вот соединить проделав дырочку ножом в одной ножке соединить она будет более плотненько лежать это так что касается ножек что касается ручек можно завернуть вот эти краешки уголочки эти фольгой для того чтобы они у нас не обгорали а можно сделать кармашки вот здесь вот и наши ручки вот так ставить кармашки руки левая от меня с левой рукой не не дружу не получается у меня ребята с левой рукой нет дружбы так вот и наши руки мы заставили тоже в карманчик все смотрите и вот в таком виде мы можем нашу курочку отправлять жариться или тушиться 180 градусов ну где-то час можно чуть меньше но надо смотреть чтобы наша курочка не сгорела у нас так но это еще не все когда курочку мы положим на наш противень вот так самое вкусное самая шикарная добавка которая была будет идти с курочкой это никогда не поверите самое обычное красная редиска да именно красная редиска которую вы помыли обрезали хвостики и так круглые эти шарики положили вот так вокруг курочки и поставили все вместе запекаться ребята шикардос это просто пальчики оближешь это настолько вкусно это редиска у нее настолько непередаваемый вкус она пропитывается всем этим соком всеми этими вот этими маслами запахами всем это не редиска это шедевр ребят у меня нету редиски я буду ложить картошку ребята специи лезут горло ой а это же специи я уже думала что-то картошка какая-то господин так беру картошечку просто на четверо ее разрежу на этой досочке где у нас курочка мариновалась в общем смотрите ребята я вам рассказала как можно еще за печь курицу поэтому на пасху я считаю удивить своих близких это просто супер сделать что-нибудь такое кстати если будете делать с мандаринами будете ложить мандарины в серединку обязательно еще положите корень имбиря имбирь сделает такую перчинку лястринку как ее сказать более такое знаете кусоченькая такой вкус а мандаринка кисло-сладкая плюс тоже же опять-таки свои соки запахи в общем мандарина очень хорошо будет сочетаться с этим господи имбирем корнем имбиря вот поэтому если будете все-таки ложить мандарину вот так все я замазала картошку еще вот так вот в этом всем деле вот и все и ложу его так вот возник нашей курочки отправляем сюда и пусть она тут себе как говорила когда-то дочка моей кумы поживает пусть она здесь поживает мы можем вообще когда дети маленькие они интересно много интересных слов говорят если возможность есть записать на камеру очень интересно потом прокручивать когда дети становятся уже взрослые прокручивать эти видео ну к сожалению раньше у многих такой возможности не было сейчас конечно уже можно все что хочешь и снимать так ну вот так уложили мы картошечку и теперь все ставим в духовку и опускаем вот так ну все закрываем смотрите ребята чем больше курица тем меньше огонь и дольше мы ее жарим для того чтобы она у нас не сгорела а мясо что внутри было не сырое так ребята достали мы нашу курочку с духовки смотрите какая она сочная какая она красивая вот здесь вот просвечивается если вам видно наша петрушечка зелень все просвечивается это не горелое может камера передает что горелое нет нет это не горелое просто за счет того что там зеленое просвечивается оно кажется как бы тёмненько на самом деле нет оно не тёмненько все красивенько все хорошо у нас прожарилась и картошечка и наша курочка и теперь главный нюанс ребята курица только с духовки ни в коем случае не начинайте ее резать она должна немножко подостыть потому что сейчас она еще вся шипит она доготавливается еще идет процесс этот горячей обработки еще идет если вы сейчас начнете ее тормошить все соки у вас выйдут все самое вкусное поэтому чтобы осталось вот эта вся вкуснятина в середине в курочке надо немножко подождать вот тогда вы будете резать и все соки все она будет серединке мясо будет сочная душистая вот попробуйте а пока будем ждать всем пока подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и нажимайте на колокольчик с вами была танюшка